Всем привет! Меня зовут Дина. Я преподаватель иностранных языков и консультант образовательных проектов. Сейчас я живу в Финляндии, в городе Эспо, и в этом году я поступила в университет Хельсинки на программу Change in Education. Что это за программа, каково учиться в университете Хельсинки и кем же я буду после нее? А также парочку интересных фактов о высшем образовании Финляндии я расскажу вам в этом видео. Погнали! Итак, давайте начнем с самой программы. Я попытаюсь объяснить, что же это такое Change in Education, потому что само название, конечно, вызвало очень много вопросов, например, у моих родителей и у многих людей, в особенности почему-то русскоговорящих. Это такое небольшое наблюдение, потому что, наверное, все привыкли к тому, что в университете ты учишься, чтобы стать кем-то. Ты идешь в педагогический, чтобы стать преподавателем, или ты идешь в инженерный, чтобы стать инженером. Но в современном образовании, особенно в высшем, все не так просто. И задача этой системы — помочь человеку подготовиться к меняющемуся миру и меняющимся потребностям в рабочей сфере, и да и вообще в принципе в жизни. Поэтому большинство программ, они направляют к некоторой цели, но не дают конечной точки. Поэтому очень сложно ответить на вопрос, а кем же ты будешь? Одна из интересных особенностей моей программы заключается в том, что, несмотря на то, что я изучаю образование на уровне магистра, я не буду иметь права преподавать в Финляндии, преподавать в финской школе, потому что для этого нужны дополнительные квалификации или признание твоих предыдущих квалификаций. Но в моем случае это вообще в принципе не работает, потому что я филолог по моему первому диплому, и учительские предметы там занимают очень небольшую строчку. И несмотря на большой опыт работы, кучу других квалификаций от Кембриджа, например, или от Гёте-института, это никого здесь не интересует. Поэтому мой диплом признан не будет. Это уже понятно. И если бы я хотела преподавать, мне нужно было еще заново проходить бакалаврскую программу в Финляндии на Финском. Итак, почему же я выбрала эту программу, даже несмотря на то, что она не дает мне конкретной профессии и уверенности в будущем? Первый момент, самый важный, это уникальная возможность обмена опытом, не только преподавательским, но и жизненным опытом, с моими коллегами со всех просто мыслимых и немыслимых стран мира. На каждой лекции или семинаре мы обсуждаем такие потрясающие вещи, что, в общем, вдохновение никогда не иссякает, и мой мозг просто работает, мне кажется, 24 на 7 и никак не может остановиться. И это потрясающе. И вторая важная вещь, это я уже очень давно не отношусь к образованию как к какой-то конкретной системе, типа системе школьного образования, высшего образования или так далее. Мне интересно рассматривать образование как меняющуюся систему знаний в течение всей жизни, то есть вот это вот lifelong learning, то, что называется по-английски, и то, как помочь людям, на самом деле, получать удовольствие от этого обучения, потому что сейчас мы живем в настолько быстро меняющемся мире, что каждому из нас приходится довольно часто, на самом деле, ну, если не переквалифицироваться, то все равно обрастать новыми навыками, приобретать знания, и мне хочется искать пути помогать людям в этом. То есть это опять-таки instructional design, educational design, это разработка материалов, курсов и так далее. Это corporate education и adult education, то есть образование в корпоративной среде и для взрослых. Вот, всеми этими штуками я и буду заниматься в ближайшие два года. Также важно рассказать немножко про предметы, которые я изучаю, и про нагрузку. У меня вот тут есть шпаргалочка, потому что довольно много моментов. В целом магистрская программа состоит из 120 кредитов, это ECTS. Один ECTS равен 27 часам работы, туда включается любая работа, то есть и аудиторная, то есть и на лекции, и то, что ты делаешь дома. У нас большая часть 90 ECTS от всей вот программы из 120 кредитов уходит на предметы, которые мы не выбираем, то есть они обязательны для изучения, и на первом году обучения, который состоит из четырех четвертей, очень привычных, мне кажется, русскоязычному сообществу, здесь они называются teaching period, мы пройдем как раз все обязательные предметы, ну, может быть, большую часть из них. То есть получается, что в каждую из четвертей у нас будет по три обязательных предмета, каждый из них по пять кредитов, и здесь будет занимательная математика. Смотрите, первый учебный период длится с 4 сентября по 22 октября, это вот столько дней, считать я очень плохо умею, и если мы берем только обязательные курсы, которых три, каждый по пять ECTS, то есть 27 часов работы, получается 405 часов работы на вот этот учебный период. Это как 17 дней работы по 24 часа или 50 дней по 8 часов. А сверху на это все еще ложится academic writing, который как бы тоже обязательный, но он длится с 1 по 2 учебный период, и потом еще в конце года тоже будет один небольшой, и там всего два ECTS, но как бы он тоже есть. А еще я выбрала финский, потому что мне важно как бы двигать себя вперед. Вот, в связи с чем? Вопрос, как жить жизнь. Заданий действительно очень много, и вот, например, в первом учебном периоде, то есть сейчас мы изучаем orientation to research in changing education, то есть введение в исследование в change in education, uncover finish education, про систему образования в Финляндии, и educational psychology is engine for change, то есть про психологию в образовании как двигатель изменений, прогресса в некотором смысле. И у нас уже были вводные лекции по каждому из этих предметов. Что важно отметить, у нас, по сути, еще не было никакого традиционного обучения, формата, где нам давали какие-то знания, но при этом мы уже выполнили некоторую часть домашней работы, очень много где нужно заниматься проектной работой, и также программа построена на огромном, просто огромном количестве самостоятельной работы, в первую очередь исследовательской. А кроме этого есть еще проектная работа, research, какие-то свои тоже научные интересы, над которыми пора бы начинать работать, иначе диплом не напишется никогда. Ну и давайте немножко поговорим об особенностях вот этой финской студенческой жизни. Спать, кстати, некогда, когда ты студент. Значит, первая штука, которая мне приходит в голову, это насыщенность. Студенческая жизнь — это точно какой-то особенный стиль жизни в Финляндии. Здесь очень много различных студенческих организаций, постоянно какие-то вечеринки, дополнительные конференции, поездки. Все, что просто может только прийти вам в голову, здесь есть. Вопрос лишь в том, где найти время. И в начале недели, в начале, боже, этой недели, кстати, всего шесть дней прошло, у нас была церемония открытия нового учебного года и студенческий карнавал. И я там поснимала немножечко видео, чтобы поделиться с вами атмосферой и какими-то еще интересностями о жизни моего университета. Вот, они будут дальше. Итак, ориентационная неделя закончилась, и у нас даже прошла одна лекция по одному из курсов. И сейчас я еду на церемонию открытия учебного года и карнавал в университет. Сказали быть «smart», но у меня получилось такое «smart casual». Думаете, считается? Церемония открытия вообще-то в 12.15, но я встречаюсь со своими однокурсниками в 11, чтобы в жизни не угадать, а в первую очередь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Следующая особенность обучения в финском университете — это уровень самостоятельности. Большинство курсов предполагают просто гигантский объем самостоятельной работы, и очень важно научиться распределять свое время и работать сфокусированно для того, чтобы у тебя оставалось время на жизнь. Потому что, как мы посмотрели, дней-то в календаре 49, а восьмичасовых рабочих — 50. Как это совместить? Это, собственно, задачка не из легких. Ну и теперь о самых интересных интересностях. В Финляндии у каждого студента есть специальный комбинезончик. Его цвет варьируется в зависимости от направления, которое ты изучаешь. У людей, которые изучают образование, то есть в целом вот education — эти комбинезончики бирюзового цвета. Причем, насколько я понимаю, вне зависимости от университета, то есть у студентов, скажем, из Оулу, если они изучают образование, у них тоже будет бирюзовый комбинезончик. На него нашиваются вот такие нашивки, которые покупаются или выигрываются на некоторых мероприятиях. И благодаря этим комбинезонам, которые обычно студенты надевают на студенческие праздники или какие-то даже городские события, тоже довольно популярно. А легко узнать людей из своего направления, да, тоже так продолжить чему-то учиться друг у друга, меняться опытом, знакомиться. Вот такая классная штука. И последняя особенность, наверное, самая уютная — это шерстяные носки. В Финляндии, как вы знаете, зимой, конечно же, холодно, а если лекция с утра, то выползать из кровати очень сложно. Так вот, в аудитории студенты очень часто снимают обувь и надевают шерстяные носки. Уютно, как под одеялом. Главное не заснуть. Ну вот и все, о чем я хотела поделиться сегодня. Надеюсь, это видео вам понравилось и, возможно, даже было чем-то полезным. Пишите свои вопросы в комментариях, и я буду рада с вами поболтать. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok